Всем привет! Меня зовут Сергей. Мы находимся в магазине Dessort в Самаре. У меня есть указка. Расскажу, что это за указка, и какой она имеет отношение к этому видео. А в этом видео я буду рассказывать про новинку. Это продукт называется Chevron от Alpine Flora. Сейчас мы его соберем. На весу. Неудобно. Вот. В сборе будет выглядеть так. О чем сегодня я расскажу? Что это за продукт? Чем хорош, чем не очень? Какие у него есть, на мой взгляд, ограничения? Это новинка. Еще много тестов не было. Какие есть похожие продукты у конкурентов? Полных аналогов. Возможно, есть, просто я не знаю пока еще. Ну, и давайте начнем. На самом деле, давайте с технических характеристик. Сделано, как весь практически Alpine в Китае. Толщина здесь большая. Достаточно 5 мм. Интегрированной подложки нет. Есть небольшая фаска. Глубокое тиснение. Защитный слой 05. Класс 43. Значит, начиная с класса. Это не только к этому продукту относится, но ко всем замковым продуктам, произведенным по технологии SPC, да и по любой практически другой технологии, вот этот класс 43, верьте, ему нельзя. Ни 42, ни 43, ни какой еще придумают. В замковых продуктах просто знаете, что не бывает такого класса. 4. Потому что там есть испытания, которые замковый продукт никогда не выдержит. И такие продукты могут быть только приклеены к полу. Откуда же он берется? Вообще все эти классы придуманы в Европе. В Европе там есть много испытаний. А в России не все испытания, к сожалению, есть, или к ним так относятся халатно. И вот пишут, 43 класс подразумевает только истираемость поверхности. А там есть, например, тесты на колесиках, на разрыв этих продуктов. Вот замковые продукты на разрыв просто не могут выдержать тех напряжений, которые должны быть для 43 класса. Там только клеевые продукты выдерживают. Значит, ну это небольшое вступление в сторону. Продукты красивые, тиснение глубокое, все отлично, на полу будет смотреться прекрасно. И теперь давайте много-много дегтя в эту бочку меда. Сам себе продукт неплохой, но он будет очень сложный в укладке и очень требовательный к основанию. Сейчас я попробую вам объяснить, почему. Ну, во-первых, давай, вот указку я выбросил, она сломалась. Это не указка, это замок. Вот. Технология, по которой произведена кварцвенила с PC. Кто не знает, что за технология, ее особенности посмотрите, особенно посмотрите видео про все подводные камни с PC. Вот. И здесь все подводные камни будут встречаться и, ну, как бы, проявляться очень сильно в связи именно с конфигурацией этой плитки. Значит, смотрите, вот она, реально, она в два раза больше. Ну, вот. У нас будет вот такой длины, это распилено пополам. Вот. Вот такой длины будет шеврончик вот этот. Вообще, это правильный уклад, называется французская елка. Ну, или шеврон погоны. Тоже так можно назвать. И смотрите, какая здесь ситуация. Во-первых, укладчик с вас возьмет много денег. Я бы на месте укладчиков минимум в три раза цену по сравнению с обычной укладкой поднимал. Потому что вот такие запильные замки собирать тяжело. Но это было бы полбеды. Вот. На самом деле, как я сказал, в технологии с PC замки достаточно хрупкие. Вот. И когда вы все уложили, удачно у вас был квалифицированный укладчик, что может произойти. Вот представьте себе. У вас не идеально ровный пол, идеально ровных полов не бывает. Вы собрали. Плашки достаточно небольшие. Они и узкие, и не очень длинные. Есть небольшой перекос. Вы поставили шкаф, мебель, сели на стул, и у вас начинает чуть-чуть прогибаться эта планочка под вашим весом в одном месте. А она короткая, и этот перепад достаточно большой. И нагрузка на замок очень большая. В таком случае. может возникнуть. Это раз. Во-вторых, температурное расширение, которое есть в СПСИ всегда, поэтому мы всегда рекомендуем СПСИ укладывать либо с порогами, либо приклеивать на полиуретановый клей. Особенно, если у вас площади большие, или есть теплые полы. Вот здесь все эти проблемы температурной деформации будут проявляться гораздо сильнее, чем на обычном СПСИ-покрытии. Хотя продукт в замке достаточно качественный. Здесь много ПВХ в нем. То есть, его немало. Замки относительно нехрупкие по сравнению с дешевыми продуктами. Я думаю, толщину 5 мм сделали тоже стоит цель, чтобы замки были, нагрузка на планку была бы поменьше. Но все равно я был бы очень осторожен. Потому что боюсь, что во многих случаях либо укладчики будут не суперквалифицированы, либо площади у вас в квартире будут большие. И вы захотите уложить все без порогов. И может возникнуть не обязательно, но такая ситуация вот здесь с достаточно большой вероятностью, даже на этом неплохом продукте может возникнуть, потому что у вас замки затрещат, сломаются там елочкой, ну домиком, не елочкой, домиком встанет этот продукт. Вот. Будьте осторожны. Моя рекомендация, ну практически всегда бы я бы клеил такой продукт на полиуретановый клей к полу и укладывал без подложки. Про подложку. А с теплым полом всегда бы так делал. Про подложку. У Альпани есть фирменная подложка, неплохая, ее можно вполне использовать, ну, это правильно, если у производителей есть своя подложка, для исключения разногласий лучше всегда использовать ее. Не у всех производителей есть. Значит, что еще надо бы сказать. Про устойчивость для дома вам вы его не протрете никогда, можно теоретически положить в офис, но устойчивость к царапинам как у любого СПС у него не очень высокая. Таскать по нему что-то тяжелое нужно что-то подкладывать. Так в домашних условиях ничего ему не сделаете. Продукт неплохой. Все будет нормально. Про конкурентов обещал рассказать. Ну, давайте сделаю маленькую рекламу. Не рекламу. Расскажу о нашей услуге. У нас под этим видео будет ссылка на телеграм-канал называется Десорт Полым там консультируем по разным вопросам если они у вас возникнут. Там еще будет ссылка на WhatsApp чат, на телеграм-чат если у вас какой-то вопрос по цене, по доставке лучше писать не в канал где технические вопросы больше обсуждаем а именно в эти чаты там что еще отвечаем всем если вам нужен Alpine мы его возим практически по всей стране и от каких-то более-менее разумных объемов почти всегда бесплатно многие другое кварц-венил тоже мы так возим не только кварц-венил если что обращайтесь так про конкурентов значит смотрите что касается Chevron и WSPC ну их не так много английская елка сейчас встречается уже достаточно часто технологии отработали что касается вот с такими маленькими плашками отдельными я продуктов пока больше не знаю возможно они есть но сейчас очень много знаю продукт от Венилама значит который тоже в виде вот этой французской елки там немножко другая технология он во-первых дороже раз в полтора в два сейчас не понятно сколько стоит до 7000 нам заходило там технология производства другая Риджит и что принципиально там другое там не такие отдельные планки там прям как бы щип большой и на нем нарисован этот шеврон он тоже запилен так под 45 градусов тоже не так просто собирать но гораздо проще чем такой продукт вот но значительно дороже это вот из конкурентов о тех которых я знаю фактически от Альпайна для нас это вот первый опыт вот с такими небольшими планочками с запилом под французскую елку рекомендовал бы я этот продукт или нет честно я бы вам сказал так наверное нет я бы искал ну либо английскую елку того же Альпайна вот еще либо я бы это делал из клеевых материалов и клеил бы это на пол либо этот материал клеил на пол вот в классической замковой укладке я пока в этом продукте честно не уверен извините меня Альпайн на этом всем спасибо приходите к нам в магазин делайте покупки пока